всем привет ребята вот хотел сказать пару слов о таком от паяльнике как бы внести свою лепту youtube значит паяльник довольно распространенный все о нем знают давно себя зарекомендовал но также все знают кто не пользуется у него есть один существенный недостаток это перегрев жала быстро полет жала не выходят из строя все его можно просто потом выкинуть он просто не паяет уже значит брал этот паяльник года полтора еще назад он так лежал у меня без дела но вообще его брал для какой-то емкой объемной такой пайки значит ним также шли в комплекте вот 5 жал все они пришли в негодность в общем сгорели ну и сами жала по качеству никакие общем и вот после этого я как бы надоело мне спалил когда уже все жало просто задолбало и решил переделать его пересмотрел кучу роликов на ю тубе как бы ну и ни в одном для себя я не увидел чтоб кто-то добился как бы высокой точности нагрева жала например если ставишь здесь 200 значит здесь на конце жала должно быть 200 если ставишь 250 или 300 значит здесь 250 соответственно или 300 должно быть вот в этом видео я хочу показать именно какой я резистор впаивал и куда я с этим паяльником часа четыре на наигрался подбирал в общем резистора вот мало вошел и до большего пока мисс не подобрал идеальная номинал значит в этом видео я также покажу мы его протестируем будем измерять температуру от этим приборчиком выставлять разный температурный диапазон этим регулятором и смотреть насколько он точно показывать ну как бы там отклонение может будет и плюс минусом три шесть градусов это как бы мизер так давайте сейчас раскрутим и я покажу расскажу все паяльник разбирается довольно легко просто у него конструкция снимаем жало сейчас оттяну силикон этот так не забываем снимать ручку регулятора и вот так вот легко на вынимается так вот надеюсь видно сейчас я сделаю поближе камеру покажу что именно здесь перепаял какого номинала вот сейчас хорошо видно значит вот здесь находились два смд-шных резистора один остался заводской второй я выпаял он здесь обозначен как r2 кому нужно ищите под маркировкой r2 значит стоял он 10 килоом я поменял сейчас стоит на данный момент у меня не было смд-ш но я поставил обычный сейчас он здесь на 66 килоом это та золотая средина которая нам нужна в общем кто мучается с этим перегревом ставьте резистор 66 килоом и не будете знать горя также я видел еще на ю тубе ребята меняет этот резистор ставят тоже на более мощность заменяют он как бы работает в паре с переменным резистором но я для себя выбрал этот вариант он как-то для меня более приемлем так и также сейчас хочу взять мультиметр мы сейчас его замеряем я покажу что здесь реально 66 килоом в нем замеряем сопротивление так ставлю диапазон 200 килоом и смотрим касающую память вот как мы видим 66 килоом так есть это дело так но сейчас я его соберу и перейдем к самому интересному будем его тестировать паяльник я собрал все приготовил сейчас включу минут пять дам ему нагреться потому как с этим резистором увеличилось время нагрева начнем с 200 градусов вот стоит минимальная 200 градусов так включаю все светодиод светится пошел нагрев так думаю паяльник уже нагрелся вот приготовил кусочек канифоля чтобы лучше было измерять точнее так включаем прибор вот он показывает комнатную температуру давайте замерять смотрим также осталось на 200 градусах ничего не менял и так буду касаться прижимаю термопаре ну и вот видим 206 градусов 207 206 колеблется вот довольно неплохой результат так теперь давайте поставим 250 градусов вот ровно выставил 250 градусов все видно сейчас немножко пусть прогреется нагоне температуру и опять будем замерять продолжаем тест на 250 градусов вот видим стоит 250 также ничего не менял все давайте теперь пробовать что он покажет на 250 градусов но как мы видим 252 колеблется ну вот я считаю это хороший результат так теперь давайте поставим 300 градусов еще попробуем вот поставил ровно 300 напротив стрелочки пусть еще чуток нагреется продолжаем тест смотрим стоит 300 градусов ничего не менялась так прижимаю к термопаре смотрим вот 304 305 я считаю это небольшое отклонение так ну давайте для полноты эксперимента ставлю 350 градусов еще давайте попробуем вот ровно 350 напротив стрелочки пусть тоже чуть нагреется и заметь так ну и последнее вот 350 градусов стоит ничего не менял здесь давайте пробовать ну вот как то так я считаю результаты достаточно все довольно неплохо получилось вы сами все видели своими глазами если учитывать когда достаешь его из коробки новый и ставишь регулятор на 200 градусов и он разгоняется 400 с чем-то градусов то это ненормально я считаю нужно сразу его переделать чтоб не палить не портить жало и довольно комфортно при этом потом работать просто ну а на этом я буду заканчивать свое видео благодарю всех за внимание подписывайтесь на канал оценивайте это видео всем пока и всем удачи до новых встреч